Два часа дня в казахстанской столице. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Это новости сурдопереводом. С ними ознакомим мы вас. Я, Лаура Жакупова и мой коллега Хасан Исраилов. Здравствуйте. В Акурде прошла встреча Нурсултана Назарбаева с руководителем администрации президента Адильбеком Джексибековым и первым заместителем руководителя Маратом Тажином. Глава государства отметил активный характер обсуждения последнего варианта проекта казахского алфавита на латинской графике и подчеркнул наличие общественной поддержки предложенного варианта. Президенту также доложили о результатах деятельности рабочей группы по реализации проекта. Необходимо издать указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на латинской графике. Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодежью, представителями Ассамблеи народа Казахстана. В целом общество поддерживает. Для нас очень важно, что в представленном варианте сохраняется все богатство казахской фонетики. Я должен принять указ, утвердить предлагаемый проект алфавита казахского языка на латинской графике и правительству поручить образовать комиссию по переводу, обеспечить поэтапный перевод, принять другие меры для реализации настоящего указа. Контроль возложить на аппарат президента. О том, что переход на латиницу даст мощный толчок развитию казахского языка, говорили общественные деятели в ходе заседания в стенах Национального архива. Благодаря новому алфавиту освоить государственный язык станет намного проще и тем самым расширится сфера его применения, считают участники встречи. Ну и самое главное, это позволит сохранить культурное наследие казахского народа. Переход на латиницу – нужный и своевременный шаг. Мы не вводим новый алфавит, а лишь возвращаемся к старому. Латиница уже использовалась нашим народом более 70 лет назад. Сегодня она заметно преобладает во всем мире, поэтому нам будет легче интегрироваться в мировое сообщество. Переход казахского языка на латиницу в центре внимания и у азербайджанских филологов. Они тоже участвовали в обсуждениях и дали свою оценку последнему проекту алфавита. Азербайджанские ученые и филологи с одобрением восприняли предложенный вариант латинского алфавита. Как отмечают исследователи, по сравнению с прежним проектом, улучшенная версия более прагматична с точки зрения принципов использования языковых средств. Это более-менее хороший выход, чем, допустим, комбинированные буквы. Лучше писать С с апострофой, это будет Ш. Лучше писать Ж с апострофой, в смысле Ч. Неужели добавить туда букву Х? Надо пройти определенный этап, время, потом в обучении посмотреть, как это получается, как ребенок осваивает это. Потом появятся новые предложения. Это передовой шаг, считает профессор, отмечая, что это позволит сблизить литературу тюркских народов в плане их чтения и воспроизведения. Переход на латиницу поможет и языковой интеграции тюркских народов. Другой азербайджанский ученый Фируза Агаева также активно участвует в обсуждениях по этому вопросу. Она принимала участие в конференции, которую прошла в Актау. По ее словам, принятые еще в 1926 году на съезде тюркологов принципы общетюркского алфавита могут быть использованы и в сегодняшний период. Алфавит объединяет тюркские народы. Если тюркские народы будут соблюдать правила общетюркского алфавита, то мы можем лучше понимать друг друга. Даже это хорошая возможность интегрироваться с европейской культурой. Ученые едины во мнении, что новый проект алфавита, состоящий из 32 букв, полностью отражает фонетику казахского языка. Исследователи отмечают, что специфичность казахского языка состоит и в том, что в нем больше исконно тюркских слов, чем в некоторых других тюркских языках, в которых больше заимствований. Поэтому переход на латиницу может помочь перенять эти исконные тюркские слова с казахского языка другими родственными языками. В 10 раз за последние три года снизился товарооборот между Молдовой и Казахстаном. Основные причины – это проблемы с логистикой и санкции Таможенного союза. Повлиять на ситуацию может создание транскаспийского транспортного коридора. О перспективах двусторонних отношений расскажет моя коллега Анна Панащук. 20 миллионов долларов вместо 200 – таким на сегодняшний день является товарооборот между Казахстаном и Молдовой. Эти показатели не устраивают обе стороны, учитывая давние дружеские и деловые отношения. Поэтому руководство двух стран прикладывает все возможные усилия для возобновления былых цифр, делая ставку на развитие импорта и экспорта. Фрукты, овощи, консервы и, конечно же, легендарное молдавское вино – традиционно лидеры экспорта из Молдовы в Казахстан. На эти группы товаров приходится до 80% от общего объема вывоза. В Молдове пользуется спросом продукция химической отрасли Казахстана, оборудование, разные препараты, а также минералы. Сейчас объемы поставок этих товаров существенно сократились, что отражается на экономике обеих стран. Логистика очень дорогая, слишком много видов транспорта, и тогда наши товары неконкурентоспособны на казахстанском рынке. И наоборот, если мы хотим даже импортировать какие-то товары из Казахстана, ввиду тех ограничительных мер и той логистики, сложной логистики, которая сейчас есть, в принципе, это недостаточно. При благополучном исходе проблем с логистикой кризис последних трех лет имеет все шансы разрешиться. Более того, наладив транспортное сообщение с Молдовой, Казахстан может открыть новые рынки сбыта. Я считаю, что перспективным направлением будет именно ветка на Молдову дальняя. Учитывая особое хорошее географическое положение Молдовы, мне кажется, Казахстан представляет большой интерес с точки зрения осуществления поставок через Молдову на Балканы. Прежде всего, это казахстанское зерно, это нефть, это газ, это прямые наши какие-то инвестиции в Восточную и Балканские страны, в Восточную Европу и Балканские страны. Не только экономическая, но и гуманитарная сфера в приоритете развития межгосударственных отношений. Наш акцент консульства направлен на социально-культурные мероприятия. Мы очень активно участвуем в помощи уязвимым слоям населения, но приоритет мы отдаем детям, школам, интернатам, где от нас регулярно поступает материальная и техническая помощь. В апреле этого года лидеры Казахстана и Молдовы провели встречу, где обсудили все проблемные вопросы двустороннего сотрудничества. Но, как говорят эксперты, одной политической воли для наращивания товарооборота мало. Необходима заинтересованность бизнеса. Нам очень интересно, как и всем европейским странам. Казахстан представляет собой огромный рынок. И, к сожалению, из Молдавии я считаю, что мало до сих пор знают о тех возможностях, которые есть в Казахстане с точки зрения рынка. А он, безусловно, один из самых перспективных. Любой бизнесмен понимает прекрасно. Но, также, естественно, большой интерес для Молдавии представляет потенциал Казахстана в Молдавии. Потому что экспорт капитала в данном случае Казахстан намного интереснее как бизнес-партнер с точки зрения тех капиталов, которые есть у этой страны. Чиновники и эксперты прогнозируют, при благоприятных условиях восстановить прежние экономические показатели, Молдова и Казахстан сумеют в течение года. Анна Панащук, Михаил Мищенко, специально для Хабар-24, Кишинев, Республика Молдова. В Ак-Тубе заработала первая в Казахстане народная канцелярия. По принципу одного окна здесь оказывают 600 видов различных услуг, в том числе государственных. Проект пока работает в пилотном режиме, но его услуги уже пользуются большим спросом среди населения. Со дня открытия оказано свыше 20 тысяч консультаций. Проект реализован в рамках исполнения поручений президента нашей страны, отраженных в плане нации 100 конкретных шагов, в части формирования транспарентного и подотчетного государства. На втором этаже здания можно получить полный спектр правовых услуг. Их оказывают сотрудники органов прокуратуры, внутренних дел, юстиции, акимата, а также профессиональные адвокаты и медиаторы. В народной канцелярии также разместился фонд поддержки предпринимательства, филиалы банков второго уровня, коммунальных предприятий, центры обслуживания населения и отделения почты. Главная цель – повысить уровень доверия граждан госорганам. Здесь мы собрали все государственные учреждения, акимата города. Это оказание услуг по земельным отношениям, архитектуре, в области здравоохранения, образования и так далее. Для лиц с ограниченными возможностями созданы специальные условия. На полу расположены специальные линии, по которым слабовидящие граждане могут подойти до ресепшена и получить необходимую всю информацию. Здесь очень хорошо, намного и работают, и если, допустим, число поставили, они своевременно выполняют свою работу. Мне очень нравится и обслуживание, и в течение, пока я получаю документ, мне звонят, мы созваниваемся, как продвигаются общие дела. Расскажем о том, что в мире, по меньшей мере, один человек погиб в результате сильной грозы, разразившейся в Румынии. Как передает агентство Reuters, жертвой непогоды стал житель Бухареста. В общей сложности удар стихии пришелся на 11 областей этой страны. Повалены десятки деревьев, сорваны крыши домов, заблокированы дороги, повреждено около ста автомобилей. Спасателям поступило свыше тысячи звонков с просьбами о помощи. США стали вновь принимать беженцев после четырехмесячного моратория. Однако президент Дональд Трамп продлил запрет на предоставление убежища для граждан 11 стран. При этом, каких именно, в Госдепе не уточнили. Но Трейтер сообщает, что в этом списке есть Египет, Иран, Ирак, Северная Корея и несколько других государств. Белый дом относит их к группе риска. Напомню, ранее Трамп приостановил программу приема беженцев в США. Это было одним из его главных предвыборных обещаний. Глава Белого дома тогда запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Это вызвало массовые протесты. Федеральные суды приняли решение заблокировать инициативу. Таких указов было несколько. И до последнего исполнительные и судебные власти спорили о законности этих мер. Глава Каталонии отказался ехать в Мадрид. Предполагалось, что Карлис Пучдимон отправится туда, чтобы проинформировать центральной власти о дальнейших действиях Барселоны в ответ на намерение ограничить ее автономию. Однако вместо этого Пучдимон принял решение выступить с обращением перед каталонским парламентом. На прошлой неделе Мадрид пригрозил ввести прямое управление, тем самым лишить Каталонию ее автономии. Сенат Испании планирует одобрить этот вопрос уже завтра. Сторонники независимости назвали решение властей нападением на демократию. А вице-президент Каталонии заявил, что Испания не оставила жителям региона другого выбора, кроме как провозгласить суверенитет. Мы, республиканцы, и строим новую республику, потому что мы считаем, что имеем демократический мандат на создание республики. А еще потому, что понимаем, испанское правительство не оставляет нам другого выбора, как защищать наши гражданские права и свободы посредством институционных инструментов, которыми мы располагаем. Число бывших бойцов группировки ФАРК, отказавшихся сложить оружие и вернуться к мирной жизни, вдвое больше первоначальных подсчетов. По заявлению колумбийского омбудсмена Карлоса Негроте, 800 повстанцев не присоединились к мирному соглашению между правительством и группировкой, которая с недавнего времени стала легальной политической партией. С начала года власти начали поиски 400 дезертиров, а в результате соглашения оружие сложили свыше 7 тысяч боевиков. Таким образом, крупнейший вооруженный конфликт в истории Латинской Америки, унесший жизни более 200 тысяч человек, удалось таки остановить. Конечно же, я очень обеспокоен по поводу ситуации с диссидентами. К тому же, появление новых группировок, которые собирают листья коки и сажают новые в надежде продать их за рубеж в будущем, вызывает у меня опасения. Именно из-за этого у нас в обществе назрел социальный конфликт. В Бангкоке проходит церемония похорон короля Пхумипона Адульядета. Он скончался в октябре прошлого года, на 89-м году жизни, и все это время в стране был траур. Сейчас священнослужители проводят серию обрядов, после чего забальзамированное тело короля кремируют. Отмечу, что монарх пользовался любовью и почитанием в народе. Рядом с дворцом, по предварительным данным, собралось более 200 тысяч жителей. Всего церемония похорон монарха продлится 5 дней. Король так много сделал для нас, для своего народа. Я пришла сюда пешком, прошла много километров, чтобы почтить его память. Пхумипон Адульядет правил 70 лет. Его положение оставалось неизменным, несмотря на многочисленные перевороты, правительственные кризисы, бунты и другие потрясения. Монарх в Таиланде не обладает реальной властью, однако подданные почитают его как символ единства страны. Программу Рухани Жангару обсуждают в турецком обществе. Известные государственные и общественные деятели этой республики высоко оценивают и поддерживают начинание нашего президента. По их словам, в эпоху глобализации эта программа позволит народу процветать, сохраняя при этом национальные ценности. Ранее Рухани Жангару представили и в Париже, теперь в планах ознакомить с ней и весь тюркский мир, заявила вице-министр спорта и культуры Казахстана Ахтоты Раим Кулова на встречу со своим турецким коллегой в Анкаре. Стороны также обсудили вопросы развития культурного сотрудничества. В целях популяризации программы Рухани Жангару нашего президента Нурсултана Назарбаева мы посещаем тюркские страны. Мы всегда будем признательны за то, что Турция первой признала независимость Казахстана. Под руководством Нурсултана Назарбаева и Реджепа Таипа Ердугана была проделана колоссальная работа на благо наших стран. Это дает возможность турецко-казахским отношениям подниматься на новый уровень. Также хочется особо подчеркнуть ваш существенный вклад в интеграцию тюркоговорящих стран. За проект инновационной новостной студии телеканала «Хабар-24» генеральный директор «Хазмедиа Орталыг» Мирбулат Аюпов награжден престижной премией в сфере телевизионных технологий. Премия имени изобретателя электронного телевидения Владимира Зварыкина вручается за выдающиеся заслуги в области развития технологий и инженерных решений в сфере телевещания. Она учреждена Национальной ассоциацией телерадиовещателей России. Одна из четырех номинаций за личный вклад в развитие телевидения по традиции присуждается представителю иностранной компании. Авторитетная жюри, в состав которого входят также представители ЮНЕСКО, высоко оценила проект по автоматизации и роботизации студии телеканала «Хабар-24». Роботизация позволила увеличить производительность труда в четыре раза, но самое главное, она открыла новые возможности в подготовке новостей для команды режиссеров, редакторов и технических специалистов канала. Это признание, во-первых, заслуг всей области телерадиовещания Казахстана. Мы участвуем в этом мероприятии с своим проектом автоматизации и роботизации. Проект родился при поддержке и под эгидой Министерства информации и коммуникации. И мы внедрили эту студию вместе совместно с агентством «Хабар» для канала «Хабар-24». В принципе, это первая подобная студия в СНГ, и вообще подобные инсталляции имеются только в 11 странах. Мы это сделали. В том году за зарубежный вклад получил человек-японец из телекомпании NHK, который в 1978 году изобрел телевидение высокой четкости. Отрадно отметить, что в этом году за зарубежный вклад получил Умербалат Аюпов, который возглавляет Казмедиа-центр в Астане. Пожалуй, на сегодня самый передовой с точки зрения технологий телевизионный центр вообще на всем постсоветском пространстве. В Талдыкургане состоялась премьера театральной постановки «Алаштам Алихана». Она посвящена столетию национально-освободительного движения «Алаш», а также 150-летию со дня рождения Алихана Букеихана. Благодаря талантливой игре актеров в ней были воссозданы события конца XIX – начала XX веков, когда казахская интеллигенция боролась за независимость страны против колониальной политики Российской империи. Постановщик спектакля – режиссер, народный артист Казахстана Ерсаин Туляубай. Спектакль открыл 43-й театральный сезон. Вклад Алихана Букеиханова в становлении истории и государственности нашей страны бесценен, поэтому в своей постановке мы хотели раскрыть образ истинного борца за независимость страны, за уникальность казахского народа. И я думаю, наша идея воплотилась в жизнь, о чем свидетельствует полный аншлаг. Такими были новости с Урдопереводом. На этом у нас все. Хорошего продолжения суток. Субтитры подогнал «Симон»